АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДАЛЬЕ, ПРИСУСТВИЕ ГЛАВ ТУХ СТРАН ПАДПИСЫВАЛТ ДЕСЯ ДОКУМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИН ЧЕНШЕНТЦИ И ГОСПОДИН АЛЕКСЕЙ ЧИГУНГОВ господин Ван Вэн Тао и господин Максим Решетников. Подписывают единую концепцию развития острова Хэйсяцитал Большой Уссурийский и меморандум о содействии развития сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства. Продолжение следует... 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 Подписывают меморандум о сотрудничестве между Китайским комитетом по содействию международной таковли и общественной организацией «Деловая Россия». Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие корреспонденты, добрый день. Очень рад вместе с президентом Путиным встретиться с вами. Президент Путини совершает первый зарубежный и государственный визит на новом президентском сроке именно в Китае. Что убедительно показывает большое внимание лично господина президента и российских страны к развитию отношений с Китаем. Я позитивно это оцениваю и горячо приветствую президента Путина. Только что мы с господином президентом провели откровенные, дружеские и содержательные приговоры. Мы обобщили успешный опыт развития двусторонних связей, нагубленный за 75 лет после установления теплоотношений. Отстоятельно обменялись менями под двусторонней повестки и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Мы определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества. Мы подписали совместное заявление КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. В нашем присутствии был подписан целый ряд значимых межправительственных и межведомственных документов, придающим новым мощным и поступательным развития китайско-российских отношений. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За три-четыре века наши отношения придарили сложности и стали еще крепче. Следует отметить, что с момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень сторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества, идея дружбы на веке глубоко укоренилась в сознании людей. Китай и Россия показали другим примером выстраивания межправительственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями. Все это стало возможным благодаря тому, что обе стороны привержены следующим пяти принципам. И чтобы на основе взаимоуважения твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся гряных интересов обеих сторон. Мы с президентом Путиным идены в том, что нам удалось выработать новую модель развития отношений между крупными и соседними государствами именно на основе взаимоуважения, равенства и взаимной решительной поддержки в вопросах, представляющих ключевые интересы и актуальной озабоченности друг друга. В этом заключается стержневная суть китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Стороны будут в духе неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, последовательно углублять политические взаимодоверия, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному просвиданию и возрождению. Второе. Притяживаться обоюдного выигрыша для формирования новой архитектуры взаимовыкотного сотрудничества. В прошлом году наш товароборот превысил 240 миллиардов долларов США, увеличившись почти в 2,7 раза по сравнению с показателем теселетней давности. Это воплощение непрерывного углубления всестороннего взаимовыкотного сотрудничества между нашими странами. Мы с президентом Путиным сошли во мнении о необходимости выработать точки соприкосновения интересов, задействовать собственные преимущества для интеграции интересов и общих начинаний. Важно продолжать оптимизировать структуру сотрудничества, закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия, поддерживать состояние сети площадок фундаментальных научных исследований, раскрывать потенциал сотрудничества в передовых отраслях, укреплять кооперацию по пограничным пунктам пропуска и в транспортной области, обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Третье. Придерживаться многовековой дружбе и передавать факел этой дружбе из поколения в поколение. Китай и Россия славятся древней историей и блестящей культурой. Произведения Кушкина и Толстого читают в простых китайских семьях. А традиционная китайская культура в лице пекинской оперы и тайцзи-сюань пользуется большой популярностью среди российского народа. В настоящее время стороны непрерывно расширяют культурно-коммунитарные обмены в контексте реализации китайско-российской дорожной карты коммунитарного сотрудничества ТО 2030 года. Мы с президентом Путиным объявили 2024-2025 годы годами культуры Китая и России. Решили провести целый ряд общедоступных, популярных и оживленных культурных мероприятий для укрепления обменов между общественными кругами и регионами двух стран в интересах сближения наших народов. Четвёртый. В духе стратегического взаимодействия продвигать развитие глобального управления в верхнем брусле. Китай и Россия твёрдо остаивают ООН на центральную международную систему и основанной на международном праве мирополяток, тесно координируют позиции на таких многосторонних площадках, как ООН, АТС и Польшой Двадцатки, продвигают становление многополярного мира и процесс экономической глобализации со счёт подлинной многосторонности. Будем твёрдо поддерживать друг друга в контексте российского председательства УФРИКС в этом году и китайского председательства УФШОС со второго полугодия формировать более всесторонние, десные, практические и инклюзивные партнёрства высокого качества в интересах объединения и укрепления глобального юга. Пятый. Продвигать политические урегулирования проблем корячих точек ради правды и справедливости. В сегодняшнем мире всё ещё осверпствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всём мире и безопасности всех стран. Мы с президентом Путиным отметили безотвлекательность урегулирования Палестино-Израильского конфликта и одиночество решения палестинского вопроса на основе двукосударственной формулы при выполнении резолюции ООН. Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая ходит на вопросы, последовательно и ясна, а именно соблюдение норм и принципов устава ООН, уважения государственного суверенитета и территориальной ценности, всех стран в них рациональной озабоченности о безопасности, формирование новой, спонсированной, эффективной и устойчивой архитектуры и безопасности. Китайская страна надеется на скорейшее возобновление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль. В народе Китая говорят, кора образуется за счёт накопления земли, а отъян формируется за счёт накопления воды. Благодаря 75-летним усилиям многовековая дружба и всестороннее сотрудничество Китая и Россия формирует мощную силу для преодоления трудностей и покорения новых вершин. Стоя на новой отправной точке истории, Китай и Россия будут оставаться приверженными своей изначальной цели на благо двух народов с чувством ответственности внести должный вклад в дело в поддержание прочного мира и развития на планете. Уважаемый господин председатель Си Цзиньпинь, дорогие друзья, товарищи дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской народной республики и всех наших китайских коллег за тёплый приём. Вот мы сейчас с председателем обменивались мнениями, когда шли в этот зал. Действительно, китайские друзья смогли создать дружескую, тёплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает нам работать. Только что проведённые переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придаёт развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Это партнёрство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами и соседями. Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается ещё и тем, что председатель России Дзиньпинь, как вы помните, и это было сказано сейчас, посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы Китайской Народной Республики в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китае. Конечно, здесь есть определённый символизм, но не только эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам сверять часы и двигаться вперёд по тому пути, который мы с председателем Китайской Народной Республики определяем. Мы находимся в постоянном контакте, и помимо регулярного проведения двухсторонних саммитов встречаемся на полях многосторонних мероприятий, общаемся по телефону, что позволяет обсуждать любые, даже самые непростые проблемы, держать на личном контроле все насущные вопросы российско-китайской и международной повестки дня. Отмечу, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений. Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику 2 октября 1949 года, буквально на следующий день после её провозглашения. Оказала масштабную помощь на начальном этапе становления её политической системы, государственных институтов и экономики. И впоследствии, на протяжении десятилетий, наше сотрудничество крепло и развивалось. Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового взаимовыгодного партнёрства. В нашем общем багаже крупные достижения в самых разных областях. В тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпинем состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. С удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики, безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширения гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене. Особо отмечу принятое нами совместное заявление, в котором поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей. Их достижению также, несомненно, будет способствовать реализация объёмного пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, подготовленных к этому визиту. Конечно же, приоритетной в ходе наших переговоров была тематика торгово-инвестиционного взаимодействия, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России, а наша страна по итогам прошлого года вышла на четвёртое место в экспортно-импортном балансе Китайской Народной Республики. В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд по китайской статистике – 240 миллиардов долларов. У нас небольшое расхождение, но в целом вот такая цифра абсолютно является корректной. Особо отмечу, что российского экспорта, особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок более чем в полтора раза, до 7,6 миллиардов долларов. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40% до 9,7 миллиардов долларов. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее. Активно развивается инвестиционное сотрудничество, растёт совокупный объём встречных капиталовложений. По линии профильной межправкомиссии реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов. Углублению торгово-инвестиционных связей заметно поспособствовали своевременно предпринятые скоординированные шаги по переводу расчётов между нашими странами в национальные валюты. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%, и этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надёжно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платёжные системы для обслуживания наших экономических операторов. Естественно, в ходе переговоров подробно рассматривалась тематика сотрудничества в энергетике, которая продвигается высокими темпами. Это одно из приоритетных для нас направлений. И у нас есть конкретные планы про углубление работы в сфере энергетического взаимодействия. Российско-китайское взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами. Укрепляется сотрудничество в мирном атоме. Росатом возводят на территории ЭКНР энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюндапу. Ввод их в эксплуатацию внесёт заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Также с участием России в ЭКНР создана экспериментальная установка на быстрых нейтронах и идёт строительство нового демонстративного быстрого реактора. В свою очередь, при содействии китайских партнёров в подмосковном городе Дубне на базе Объединённого института ядерных исследований строится ускорительный комплекс НИКО. Эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят реализовать прорывные мегасайенс-проекты, которые по масштабу не под силу в одиночку ни одной стране мира. Что касается двусторонней промышленной кооперации, то мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники. Вот мы знаем, председатель сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбы. Мы приветствуем сотрудничество и будем его развивать дальше. Осуществляются также крупные совместные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, освоении космоса и многих других наукоёмких отраслях. Россия и Китай развивают международные транспортно-логистические коридоры, и в этих целях задействуется потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути. Из года в год растут объёмы встречных грузопассажирских перевозок. Чтобы сделать их более эффективными, слаженными усилиями наращиваем пропускную способность пограничных переходов, расширяем приграничную инфраструктуру. Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось, в 1924-1925 годы объявлены в наших странах перекрёстными годами культуры. Их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрёстных годов весьма обширна. Она включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая. Среди них фестивали и ярмарки, гастроли театров и людовые шоу, музейные выставки, кинопоказы и многое другое. Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан. Крепнут и двусторонние связи в области образования. В Китае и в России, соответственно, обучаются тысячи, десятки тысяч российских и китайских граждан. Завтра посетим Харбинский политехнический университет. Этот ведущий вуз китайский уже на протяжении нескольких лет, с 2019 года, успешно сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени Баумана. А совсем скоро там же, в Харбине, в партнёрстве с Санкт-Петербургским государственным университетом будет открыт и российско-китайский учебный центр по естественным наукам. Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах взаимный безвизовый режим для тургрупп. Так, в 2023 году в КНР побывало 734 тысячи российских граждан, а 477 тысяч китайских туристов посетили Россию. Развиваются сотрудничества в сфере спорта. Китайские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире «Игры будущего», прошедшем в феврале-марте в Казани. Казани – это предложенный России новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт. Должен сказать всем присутствующим, честно говоря, я не думал, что это приобретёт такой размах и вызовет такой большой интерес в мире среди молодых людей. Вы знаете, это интересные мероприятия. Сотни, миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным подвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках «Игры будущего» у себя. Мы также ждём атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как «Игры БРИКС», «Летние игры Дети Азии» и «Всемирные игры Дружбы». Наши переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль организации объединённых наций и её Совета безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. С этих позиций Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году, и в Шанхайской организации сотрудничества, председательство в котором перейдёт Китай в июле. Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнёрства. Именно поэтому наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и дополитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, группа 20, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствие современными реалиями. Считаем необходимым вести дело к построению надёжной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно создание таких альянсов. Мы договорились с председателем Си Цзиньпинем подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Уважаемые дамы и господа, программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит ещё ряд совместных с председателем Си Цзиньпинем мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Литяна. А завтра российская делегация посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмой российско-китайской выставки Экспо и четвёртого форума регионов двух стран. Кроме того, пообщаемся и со студентами, преподавателями Харбинского политехнического университета. Уважаемые коллеги, хотелось бы искренне поблагодарить председателя Си Цзиньпиня и всех наших китайских коллег за гостеприимство. Исхожу из того, что нынешние визиты и наши переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы. Будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Благодарю вас за внимание. Завершена совместная пресс-конференция. Благодарю вас, уважаемый президент Си Цзиньпинь. Благодарю вас, уважаемый президент Путин. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ